Ситуация на туристическом рынке Египта непростая как для работников этой сферы, так и для отдыхающих. В пятницу вечером президент России подписал указ о запрете полётов в Египет и рекомендовал туроператорам не продавать туры в эту страну. Авиасообщение с Египтом приостановлено до полного выяснения обстоятельств крушения российского самолёта на Синае. А это может занять от двух недель до трёх месяцев. Те, кто приобрёл тур, но не успел вылететь на курорт, пытаются вернуть деньги. И с этим уже возникли трудности. Всем деньги вернуть туроператоры не смогут однозначно. Либо это просто будет банкротство крупных туроператоров, а вместе с ней всей туротрасли. Конечно, по возврату, стопроцентному возврату, единицы туроператоров сказали, пишите заявление, мы вам вернём 100% денег. Туи, в частности, написали, а аннекс тур вот ещё как бы идёт навстречу. В аэропортах в документах не ставят отметки об отмене рейса, ссылаясь на то, что рейсы никто не отменял. Просто в Египет самолёты летят без пассажиров. Вернуть деньги за авиабилеты не представляется возможным. А вот с турами есть варианты. Сегодня туроператоры предлагают своим клиентам три варианта выхода из ситуации. Первый – это тур в другую страну, и здесь в топе Турция и Кипр. Второй вариант – это перебронь на более поздний срок в Египет. И третий – заморозить средства на счету компании до востребования. Но где гарантия, что туроператор к этому времени не обанкротится? Поэтому турагенты рекомендуют всё-таки соглашаться на замену тура. Правда, за выходные цены резко подскочили. В субботу рейсы на Индию, Вьетнам, Таиланд. Просто каждые 10 минут ценят на 10% рост. Поэтому тяжело найти альтернативу Египту. Альтернативы Египту вообще, в принципе, нет. По той цене, который давал Египет, сравнительно небольшой перелёт, 4-4,5 часа, вылеты из регионов, мы сейчас альтернативу никакую не сможем предложить. Ноябрь-декабрь – популярное время для отдыха в Египте. Только в одном турагентстве Старого Оскола на это время уже продано 26 туров, а это около 100 человек. Мы должны сейчас вернуть, во-первых, всем комиссию туристам. Ну, как бы это определённое количество денег немалое. Вот. И, естественно, как бы, если мы сейчас не будем получать деньги от туроператоров, я не знаю, каким образом мы будем это компенсировать туристам. Но и своих активов точно уже не сможем. Все надежды на туроператора, но всё-таки на правительство, чтобы оно всё-таки среагировало правильно, да, и не оставило туристов у разбитого корыта. Туроператоры сейчас пытаются найти выход и привлекают туристов для отдыха на дальнемагистральных направлениях. Например, уже в ближайшее время планируют пустить самолёты из Белгорода в Индию. Теперь, планируя свой отдых, староскольцам стоит настроиться на перелёт от 7 до 12 часов. Да и тур на двоих за 70 тысяч рублей теперь вряд ли удастся найти.